В годы войны более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем действовали на территории Германии и оккупированных ею стран. Узниками стали около 20 миллионов человек. Порядка 12 миллионов погибли. Каждый пятый узник был ребенком. Те, кому все же удалось вернуться домой, изменились безвосвратно. Прин ломал судьбы, калечил людей, безжалостно отбирал детство. Историю узников в лагере смерти мы расскажем в нашем спецвыпуске «Лица Победы». Екатерина Ивановна Антипова родилась в Великом Новгороде. На момент начала войны ей было 4,5 года. Самый старший ребенок в семье. В концлагерь Псковской области попала в 1941-м, освободилась только в 1944-м. Немцы пришли в их деревню через Прибалтику осенью 1941 года. Жители спрятались в лесах, однако долго пробыть там не смогли, поскольку ночи становились все холоднее, а потому были вынуждены вернуться по домам. На следующий же день немцы все дома сожгли дотла, а людей погнали в плен. Дорога была невыносимо тяжелой. Екатерина Ивановна попала в лагерь смерти в Псковской области. В деревушку, куда поселили пленных, днем приходили немцы, а ночью пробирались партизаны. Им помогала мама Екатерины. Она была портнихой. Перешивала форму, снятую с мертвых фашистов, за что однажды чуть не лишилась жизни. Во время обыска форму нашли. Бабушка говорила нам, падайте к нему все в ноги. И вот мы все и упали, шесть человек у нас было. Мама, нас трое и бабушка с тетей Грушей. И упали в ноги. И бабушка вот ему объясняла, что вот это самое, как ее не убивала она, что вот она про немца-то говорила, что это самое, какие тряпки эти остались от немцев и все такое прочее. У него, наверное, настроение было хорошее. И он это самое патруль-то увел, который-то били расстреливать-то. Годы в плену Екатерина Ивановна помнит отрывочно. Возможно, со временем мозг помогал забывать самые тяжелые периоды жизни. Однако некоторые эпизоды, особо остро врезавшиеся в ее память, она хранит до сих пор. Среди них есть и светлые. К примеру, наступление советских войск, когда пришли наши детей, наконец накормили. И нас накормили досыто из таких больших этих самых, как его чугун, он не чугун, но какие-то зеленые кастрюли такие были. И всем по двупаломника дали суп. И хлеба дали нам даже. Вот это не запомнилось. Однако, вернувшись домой, она, как и миллионы узников, получила клеймо предателя – врага народа. Долгие годы к бывшим узникам относились настороженно, а порой и враждебно. Им было сложно найти работу, получить образование. Екатерину Антипову в ремесленное училище взяли поначалу только на испытательный срок. Меня даже форму мне не давали целый месяц. А потом, да, потом мне форму дали, все самое. Но когда стали нас распределять сюда, в Москву, на военный завод, А я была враг народа на оккупированной территории. Хотя, какой мы враги-то? Глупые были, там, какие бетишки. Распределение Екатерины Ивановны все же прошло успешно. Помог хороший аттестат. В нем была только одна тройка. По физкультуре признается женщина. Официально невиновными узников признали только в 1995 году, на праздновании 50-летия Победы. Антонина Васильевна Иванова родилась в деревне Ленинградской области в 1937 году. Почти два года жила в оккупации, попала в лагерь смерти в Лейпас в 1943, бежала в 1945 году. Когда началась война, Антонине Ивановой было всего четыре года. Почти два года деревня Ленинградской области, где жила семья Антонины, была под оккупацией. День, когда немцы пришли в их селение, Антонина Васильевна помнит до сих пор. Она как раз возвращалась домой от подруги. Выезжают на мотоциклах люди в форме такими. И это самое, с оружием, с этим автоматом, значит, это мы откуда-то знали, какой там. Я уж как добежала домой, не знаю, но прижали все, напугались, а они с таким въехали, с таким гоготом. Жизнь в оккупации женщина вспоминает с одраганием. Жители грабили нещадно, выучили три слова матка, курка, яйка и пошли по домам. Забирали все до последнего. В этой местности шло активное партизанское движение. Фашисты часто ловили народных бойцов и устраивали прилюдные казни. Маленькая Тоня вместе с другими детьми прятала зернохранилище, закрывала руками уши, лишь бы не слышать жутких криков. Там уши плакали, уши закроем, глаза закроем и плачем. Ну, они и расстреливали, и бешили. В общем, это жестоко, это война. В плен семью Ивановых угнали в 43-м году. Самым тяжелым для маленькой Антонины была разлука с мамой. Ее отправили в другой лагерь, а девочка с бабушкой и дедушкой попали в Лейпас в Латвии. Поразительно, но мама Антонина Александра Алексеевна не только смогла спастись из цепких лап смерти, ушла из концлагеря, но и нашла своих детей. Пришла к воротам концлагеря как раз во время построения пленных. И бабушка нас столкнула, она узнала, что тоже. И бегите к маме, бегите к маме. И мы побежали. Мы здесь ничто, автоматы направлены, ничто. Мы бежим, просто мы мама. Вот она нас обхватила и говорит, что это сейчас очередь. Сейчас эти... Стреляли сплошь и рядом, без конца. Но очереди из выстрелов не последовало. Все пленные молили фашистов пощадить мать с детьми. Последним испытанием для семьи было выжить в лагере смерти. Несмотря на все ужасы, в сердце маленькой Тони горел огонек надежды. Разговоры о скорой победе не раз она слышала о других заключенных. Я слушаю всегда, вот говорят, сидят вечером, сидят все, ну и вспоминают, вспоминают все, как был мир, и как жили, и будет мир, и как будут опять этих, прогонят немцев и вернутся все. Я, понимаешь, вот мы же слушаем все это, говорят, и все время вот мир, и все время мир. Я говорю, мам, мамочка, а что такое мир? Она говорит, доченька, это когда не стреляют и не убивают. Мир пришел уже совсем скоро. В 45-м лагере разбомбили. Ивановы добежали до латышского хутора, где и встретили долгожданную победу. Ольга Семеновна Шутова к началу войны окончила два класса школы. В период оккупации пряталась с семьей на болотах. Была угнана в плен весной 43-го. Смогла вернуться домой только после победы в июне 1945 года. Во время оккупации родных земель Ольга Семеновна вместе с семьей пряталась на болотах. Ее мама была очень храброй женщиной, вспоминает Ольга. По ночам она проверяла все знакомые трупы, искала любой провиант. Порой находила немецкий хлеб. Немецкий хлеб очень невкусный. Он настолько жесткий. Его есть очень, как говорится, тяжело и невкусно. Но он долго хранился. На этих территориях также промышляли карательные отряды. К ним примыкали в основном румыны и венгры, вспоминает женщина. Дом соседней деревни в Хвойниках, что была в 15 километрах, подожгли вместе с людьми. Уцелело только два человека. Остались только двое, кто уходил в лес за дровами. Вместе с весной пришли оттепель, и снег на болотах стал стремительно таять. Выбор у семьи был невелик. Остаться здесь и погибнуть, либо возвращаться в село. Они выбрали второй. Пробыли там, правда, недолго. Детей немцы угоняли в плен. В машину Ольгу погрузили одну из первых. Отвезли в какое-то селение. Там была машина, которую местные прозвали душегубкой. Детей раздели и укрыли черными простынями. Дети друг с дружкой прощались, думали, что нас сожгут в этих душегубках. А это нашу одежду, они в эти душегубки бросили и продезинфектировали, как я сейчас понимаю. Потому что мы все, честно говоря, вшивые были, грязные. Спали на земле, еды не давали. Затем их посадили в вагоны для скота с соломой. Сестра Ольги попала в Бобруйск, в то время как саму девочку отправили в Германию. А затем долгий путь. Остановка в Бресте, еды все еще не дали. Затем Варшава. Там детям дали воды и немного супа. Привезли пленных в лагерь смерти в Линдельфельде. Там были люди разного возраста, пола, национальности. Водили на работу их конвоем в цепях и деревянной обуви. Когда мы видели, я сама помню, ведут этого пленного. Другие его поддерживают. Если не смогли удержать пленного, он упал на землю, то бросали на них собак. И собаки их рвали. А мы плакали. Особо эмоциональных девочек даже перевели в другое здание. Домой вернулась Ольга Семеновна только в июле 1945-го. Как раз в это время начинала спеть рожь, вспоминает женщина. Молодая картошка уже поспевала, и жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Екатерина Викторовна Доброжеланова родилась в Киеве в разгар Великой Отечественной войны. 5 марта 1943 года. Еще младенцем успела побывать в оккупации, попасть в концлагерь. Дом разрушен, а в кроватке мирно кто-то спал. Видно, близкие убиты и убита мать. А младенец вдруг проснулся, принялся кричать. Крик услышала старушка, на руки взяла. В детский дом она малютку тотчас отнесла. О своей непростой судьбе Екатерина Викторовна написала стихотворение. В нем женщина отразила всю боль и горечь, через которую ее заставила пройти война. Война, что отобрала ее родителей. Только очень ей хотелось, чтобы родня нашлась. По ночам в кроватке лежа, мамочку совала. Все напрасно проиграла судьба война. И девчонка так осталась без родни одна. После того, как младенца прохожая старушка принесла в детский дом, пришли немцы. Всего через пару недель. Детей и взрослых отправили в Германию. Все узники должны были носить отличительные знаки на одежде. Порядковый номер на руке или цветной треугольник на левой стороне груди и правом колене. Девочки прикрепить его не успели. Позднее в своем стихотворении Екатерина Викторовна пишет этот случай так. «Там решили нашим детям номер выжигать. Катю взяли, а девчонка начала кричать. Отшвырнул брезгливо немец. Надо, так орет. А она уже в соломе мякишек сосет». Завернула хлеб в тряпицу и засунув в рот, нянька Катеньку прижала. Няньке пятый год. Своих воспоминаний о тех временах у Екатерины Викторовны практически нет. Только обрывки, которые порой всплывали в памяти. «Я только помню, когда меня привезли на военной машине, солдат взял меня вот так и начал передавать кому-то. Я это помнила, что я схватила за его эти руки и опять тянулась наверх, что не хочу я выходить с машины. Вот это я только запомнила. А потом эти белые халаты, помню. И больше ничего». В тот самый детский дом, откуда ее увезли, Екатерина Викторовна смогла вернуться только спустя 3,5 года. О близких и родных она так и не смогла ничего узнать. Даже в точной дате рождения не уверена. «Я еще помню, когда воспитательница в детском доме всем справляла день рождения. Например, вот тебе, день рождения, тебе подходит и что-то дают. А мне нет. Я подошла, помню, к директорше и говорю, а мне когда день рождения? Вот так вот». Она говорит, подожди, Катя, сейчас скажу тебе. И я ждала минут 10, она вышла и говорит, тебе 5 марта. И все. Свой след на судьбе Екатерины война все же оставила. Когда у нее появился уже свой ребенок, первое время она ухаживала за ним, занималась хозяйством, однако сильных чувств не проявляла. Свекровь ее за это даже называла кукушкой, вспоминает женщина. До одного дня, пока малыш из коляски не произнес заветная мама. «Я тянула картошку, бегу к этой кроватке, обнимаю так крепко, что ему было, видимо, больно, стал плакать. А я не обращаю на это внимания. Он же меня назвал. И вот тут-то мать и поняла, что какая она кукушка. Она просто была холодная к этим детям, потому что ее никто не ласкал». Таисия Ефимовна Разумкова родилась в деревне Сафронова Смоленской области. Во время войны была младенцем. События этих времен знает по рассказам матери. Когда в деревню пришли немцы, жителей выгнали из своих домов, собрали на площади, а жилища стали поджигать. Людей поделили на мужчин и женщин, затем сказали, что расстреляют всех за то, что укрывают партизан. «Там оказался один мужчина, который умел что-то, ну, немного говорить по-немецки. И он их стал уговаривать, что у нас партизан нет, что мы даже их не видим. Ну, короче говоря, он их как бы уговорил. И они, значит, перед этим, они, значит, на женщин с детьми навели пулемет для расстрела». Мужчин отбирали для работы. Перед тем, как сжечь дома, людей заставили снимать с крыш солому и грузить в машины. Ее немцы собирали для лошадей. В эту группу попал отец Таисии. Людей все же пощадили. Расстрела не было. Их согнали в другую деревню, что была в трех километрах. «Это нашу деревню сожгли. Переселили за три километра от нашей деревни. А километров пять от той деревни уже стояли наши войска. И мы вот как раз находились на передовой. С этой стороны немцы, а с той стороны наши, русские». По ночам партизаны пробирались в их селение и выведывали точные координаты врага. Нападали, как правило, во время обеда, рассказывает Таисия Ефимовна. На линии огня они пробыли до марта 43-го года. Когда немцы прорвали оборону, жители деревни погнали в Беларусь пешком. «И вот мать рассказывала, что как раз вот был март, днем-то вроде тепло, оттаивает, оттепель уже. А на ночь вот загнали в сарай, где хранились сено там для скота. Ну и вот, и мы ночевали там в этом сарай. И вот мать рассказывала, что очень много замерзло детей и стариков замерзли. А нас мать спасла, и тетя еще, отцовая сестра еще была. Они, значит, приложили наши ноги к своему телу». Из Белоруссии отца призвали на фронт, людей расселили по хозяевам. Мама Таисии попала к очень скупому мужчине. До войны он был кулаком. Она работала на него, не щадя себя, а затем отрабатывала за своих детей. Отец был на фронте, особенно тяжело семье было, когда они получили похоронку. «Ну мы, конечно, плакали, а потом, через сколько время, я не знаю, пришло письмо от него. Оказывается, его там засыпало землей, и за ноги его увидели, что из земли торчат эти спади солдатские. Его вытащили. И он получил контузию, лежал в госпитале. Но после контузии, после госпиталя он домой не пришел. Но опять это самое». После госпиталя отец Таисии Ефимовны отправился на фронт и дошел до Берлина. Свои воспоминания у женщины сохранились уже о послевоенном времени. Самым страшным испытанием тех лет был голод. «Голод был страшный, есть было нечего. Собирали, значит, гнилую картошку по полям весной, как снег взойдет. Собирали гнилую картошку, и мать пекла павуши, как мы называли, ну, блины по-русски говорят. Вот эту гнилую картошку ели, очистки ели». Хлеб пекли из клевера. Стало немного легче, когда с войны вернулся отец. Жизнь постепенно возвращалась в привычное русло. Степан Степанович Дуплеи. Годы жизни 1925-2021. Родился в селе Котещино Днепропетровской области Украинской ССР. Ветеран Великой Отечественной войны. Узник фашистских концлагерей. В плен Степан Степанович попал в 1942 году. Однако его не отвели в концлагерь, а отдали в личное рабство фашистам. Первый хозяин меня бил. Если вот я что-то не так, что-то он бил. Бил, чем попало. Что в руках грабли, граблями в сельском хозяйстве. От первого хозяина Степан Степанович бежал, однако его поймали. Во второй раз из рабского плена бежали уже целой группой. Заключенных снова поймали и отдали новым хозяевам. Сдаваться он даже не думал. С третьей попытки Степана Степановича все же удалось вырваться на свободу. Я убежал к своим. Встретил разведчиков. Они меня за свое приняли. Ну, кое-что обмундирование. И я с ними некоторое время находился. В разведку ходил, воевал. Согласно приказу, всем освобожденным от плена выдавали оружие и отправляли воевать на фронт. Времени на подготовку не было, вспоминал Степан Дуплей. Пользоваться оружием и сражаться за Родину он учился уже на передовой. Дают три патрона. Мало. Вот три патрона рассказывают. Это автоматический перевод, это единичная стрельба. Попробовал, гранату каждому не давали. Инструктор показывает, как чеку выдернуть и как бросать. За время военных действий в разведке Степан Степанович взял в плен трех немцев. Не раз вытаскивал с поля боя раненых товарищей. Служит на благо Родины, мужчина продолжил и в послевоенные годы. Выживал в суровых условиях, успел побывать в разных городах и странах. И пусть Степана Дуплея уже нет с нами. Память о нем Саров сохранит на долгие годы. Он – герой победы, чья слава не померкнет никогда. Редактор субтитров А.Семкин